всем привет в описании к этому видео будет 5 ссылок на 5 частей 5 частей чего вот вот этого вот проектика в этом проектике я попробовал подумать как бы даже не то что подумать а в образовательных целях показать а как бы можно было бы сделать следующее вот у нас есть одно поле ну к примеру есть второе поле и это ячейки как мы видим я двигаю мышкой ячейки подсвечиваю это раз дальше зажимаю и перейти тягивая объект как вы видите из одной ячейки поля в другое поле в рамках одного поля передвинуть эту ячейку больше никуда нельзя вынести за пределы тоже нельзя точно так же и здесь за пределы вынести нельзя но вот сюда то есть из одного поля в другое двигать можно но друг на друга надвигать тоже нельзя вот на то есть здесь не используется стандартные китишные средства drag-and-drop то есть это как и все мои видео носят какой-то образовательный характер соответственно реализации могут быть абсолютно разные что-то можно сделать проще что-то сложнее что-то вообще выкинуть а где-то вообще никто так не пишет и за это отрубают руки ну к примеру вот поэтому не надо сильно придираться вот это видео образовательная и как я сказал попытка сделать что-то подобное а подобное то drag and drop механизмы есть встроены а здесь мы попробовали сделать свой я попробовал сделать свой в простом виде вот соответственно соответственно есть пять частей к этому видео и и и и это все в ссылках до под этим видео первая часть просто нарисовали два поля то здесь используется q-graphic view q-graphic сцена q-graphic item и здесь а вообще во всем во всем этом проекте мы уже наследуемся от q-graphic item то есть предыдущем проекте по этой темы мы просто использовали q-graphic items сейчас же мы от него уже наследуемся и добавляем свои функции так вот во второй части что во второй часть во второй части есть идет уже подсветка как мы видим двигаем мышкой но здесь да какие-то косички есть но ничего страшного то есть мы двигаем мышкой и что-то подсвечивается третья часть третьей части а у нас уже то есть движение нету но мы уже добавили какие-то элементы вот они какие то есть вот type 1 type 2 то здесь может быть чего угодно картинки там анимация там может быть даже видео кто его знает четвертая часть четвертой части мы уже можем двигать вот я передвинул но опять таки вот и тянуть зажал мышку тянуть она отпускаю двигаю и все перерисовывается но визуально это не видно и пятая часть пятой части мы добавляем то есть я добавляю визуализацию то есть я вот тяну уже красный квадратик уже видно что мы что-то тянем и куда-то тянет вот соответственно опять таки образовательность здесь это знакомство ближе уже к с графикой в кюте то есть это кю графики там кю график сена кю график view дальше иногда такое бывает новички не находят стандартных решений как решить что или иное и не знают как это вообще делать вот соответственно ну так как мы все инженеры ну не под все задачи есть стандартное решение значит нужно что-то где-то делать и вот на таких проектах мы учимся а как сделать уже вещи которые есть по-своему мы эти вещи делаем и мы всегда узнаем что-то новое мы набиваем руку мы мы получаем какой-то опыт и плюс нам уже легче к примеру разобраться как работает стандартный механизм потому что мы свой механизм уже хоть как-то но сделали и когда мы разбираемся как работает стандартный механизм то мы уже понимаем ё-моё нам уже ясно что такой буфер к примеру ну вот если стандартный механизм драком бро что такое то то что такое все то есть нам уже гораздо легче это все понять ну и вам вот поэтому в описании к этому видео есть ссылки на все пять частей вот ну как бы если вам мои видео помогают то помогайте в его распространение соответственно подобных видео будет больше если канал будет хорошо развиваться потому что на это все уходит немало времени ну в принципе все пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь делитесь с этим видео жмите колокольчик пишите свои предложения ну к примеру может быть по темам видео еще что нибудь вот задавайте вопросы в специальной рубрике вопрос ответ ну и все всем спасибо за внимание всем пока